Что касается нового учебника истории, который сейчас обсуждается, то эта необходимость давно назрела, и нужно понимать две вещи. Есть история академическая, где ученые могут спорить очень долго и нудно о том, кто там кого победил, какие были потери, правильно принимали царь и решение, или неправильно это делали. Это все остается в университетах. Что касается учебников истории, которые преподаются нашим школьникам, то это совершенно другая задача. Это именно воспитательная функция. Там скорее преподаются, нужно честно это признать, определенные мифы исторические. Не научная история, а то, что воспитывает гражданина нашей страны. И поэтому здесь, как говорится, очень многое позволено. То есть мы должны какие-то исторические факты забывать, которые нас не интересуют и не нужны для воспитания. Какие-то исторические факты, наоборот, выпячивать. Поэтому действительно должен быть историк, учебник, который будет, может быть, немножко лубочный. Но у нас проблема, скажем, не проблема, а к чести нашей страны нужно сказать, что практически все страницы истории России, они очень славные страницы. У нас самая лучшая история, которая есть у всех историй народов. Это Пушкин еще подчеркивал. Мы можем гордиться ей совершенно по праву. Нам даже не нужно ничего особо вымарывать и особо ничего придумывать. Потому что у нас одни сплошные победы и у нас одни сплошные поступки, за которые можно гордиться.